Привет, зритель. Что называется? Вы спрашивали. Вот, сметанка. Первый раз взяла. 99 рублей 350 грамм. Вот здесь вот грибной супчик. Супчик грибной на основе этих маринованных грибов. Вот он засметанен. И салатики я с этой сметанкой делала. Вкусная сметанка. Так сказать, съесть или выкинуть. Вот это вот съесть однозначно. Свиная тушенка ярмолинская. Баночка у меня не сохранилась, потому что я ее разделила на три части и две части убрала в морозилку. А с одной вот сейчас макарошек наносила. Вкусная. 190 рублей за вот ту баночку. Сколько там, не знаю, 300 с чем-то, может, грамм. И вот такое масло. Не первый раз покупаю. Делала на его основе еще и топленое масло. Ну, в общем, мало этой фигни беленькой выходит. Много остается самого масла топленого в итоге. Хорошее масло. По-моему, последний раз покупала 92 рубля, или 91 где-то так, или вообще 90, за 180 грамм пачку 72,5% жирности. Вот у меня, возможно, местами в укропе. Это тоже съесть. И это съесть, и это съесть, и вот это съесть. Пока что мне в этот раз ярмолинская покупка нравится. Вот ярмолинская колбаска такая, традиционная или какая-то, как-то мне очень много всяких ешек было. Состав очень странный, я только потом заметила. И мне от нее даже как-то хреновасто было. Вот она мне не очень понравилась в итоге. Хотя вот так по вкусу вкусная, когда ешь, а потом понимаешь, что что-то не то. А вот тут вот очень даже ничего. Цепь гермолинский. Вот в такой упаковке. Сливочный. Состав, кстати, его можно посмотреть в телеге. Я туда фоточку пидала. Довольно-то неплохой. Я не помню, по чем я его покупала, но вот у меня было 6 сосисок килограмм. За килограмм 287 рублей. Кажется, традиционные. Мне, кстати, очень понравились. Вот такие сосиски, которые мне нравятся внезапно. Вот те самые. Такой вот вкус какой-то такой конкретно сосисочный. Потом вот эта сметана. 99 рублей за эту баночку. Потом сыр. В общем, сыр, сметана 99. Тушенка, которую как бы нету ее баночки, но она была в макаронах, эта тушенка. 190 рублей. И 6 сосисок, килограмм которых 287 рублей. Вот это я запомнила цену, потому что мне так цена сама удивила. Думаю, что это самые дешевые сосиски наглядываю. Что за сосиски? Потому что подороже сосиски я какие-то сыры собрала. Но они вкусные, но не совсем то, что мне нравится. Это все вышло у меня на 590. Я сейчас глянула чек, но у меня чек, по ходу дела, в городе остался. В кошельке его не наблюдается. В общем, вот этот сыр, смотри, он с такими крупными дырочками. Кошке очень понравился. Мне он, ну, как бы, не то, чтобы сказать, вау, сыр я такой тоже еще как-нибудь куплю. Возможно, я вот такой тоже еще как-нибудь куплю. Но он с легкой горчинкой. Хотя вот так на бутерброды со сливочным маслом вполне себе ничего пойдет. Так что я тоже считаю, что это съесть, а не выкинуть. Вот я даже в подтверждение чихаю, блин. Продолжим наш репортаж про съесть или выкинуть. Это сосиски, это самое, по 287 рублей за килограмм. Ты не смотри, зритель, что они неполноценные. Меня сейчас напугала кошка, жалобно мяу. Услышав, что я тут унюхав, что тут сосиски пытаюсь сварить. И я ей дала половинку. Но она сырую больше любит, чем вареную. А мне больше понравились вареные, чем сырые. Тут у меня компотик варится. Но это не к съесть или выкинуть, потому что там все собрано вручную. Но если тебе, возможно, интересно, тут сушеные яблоки. И так получилось, что там еще и сушеная мята. Кошка вон там полезла на выход. Кошка на выход. Короче говоря, это ермолинские. То ли традиционные, то ли классические сосиски. Короче, самые дешевые ермолинские сосиски, какие ты можешь увидеть. В выключении 1287 рублей. Мне они так понравились. Они пахнут так, как мне нравятся сосиски. Они вкусные. И они именно такие, как должны быть сосиски в моем понимании. Это из тех четырех продуктов, что у меня была тушенка. Баночка у меня не сохранилась. А свинина тушеная. Потом сыр, который я тебе уже показывала. Сметана, которая, кстати, еще не закончилась. Сыр тоже еще не закончился. И вот эти сосиски. Это из темы съесть или выкинуть. Я сейчас, кстати, еще пару сырок покажу, которые я сюда взяла. Они мне очень понравились. Их тоже съесть. Выкинуть пока тут ничего такого нет. Так, вот пока я не дошла, тут насчет съесть. Вот что хочу сказать. Вот этот цихорий, я его уже много раз говорила. Там всяких разных других видео. Его съесть. Мне очень нравятся чаи. Вот такой фирмы. Китеси. И здесь у нас торкаде. Вот сейчас он у меня заварен в чашке. А еще в полторашке налито. Из-под минералки. Тоже этот Титеси. Каркаде. Вот такой чай неплохой. Он у меня тут зимовал. Там немножко еще есть. Вот такой чай я что-то за 90 рублей покупала на Азон. Ну, он выдерживает одну заварку. Но если те от безысходности... Ну, одну заварить, вторую заварку не выдерживает. Если те от безысходности. Какую там дачу надо чай. Вот хорошая первая чайная компания. У них, в принципе, неплохой чай. Вот такой чай ты можешь себе купить на Азон. Он сейчас что-то дешевле еще. Вот такой чай я покупаю от безысходности. И чтобы смешивать его с какими-нибудь специями. Сосиски убедают. Или в деревню. Он, конечно, мелкий. Но хотя бы он стоит столько, сколько сейчас... Ну, конечно, он сейчас дорого стоит. Но он стоит столько, сколько должен стоить обычный парашный чай. А то бывает такой суперкрутой чай какой-нибудь Ахмат Акбар. Которые изначально были суперкрутыми. Там Гринфилд. А на деле вот Канди даже лучше. Что еще-то тебе тут показать? Может. Вот такой чай он был в обзоре отдельно. Может, да, в стриме, возможно, даже был. Вот от этой фирмы. Супер лайф. Я от нее брала голубую мочу. И она тоже вполне себе ничего была. Ну, такая хорошая. Вот этот вот китайский. Но он ничем не отличается от японского, который мне Никачи присылал. Правда, он мне присылал россыпью. Но по вкусу вот этот Ходзи Ча Порошок очень даже хороший. Один в один как россыпью. Вот этот сыр Черный Принц я покупала в Магните. Меня угостила им тетя. Он такой соленоватый немножко. И он мне очень понравился. Сырная династия. Черный Принц. 200 с чем-то рублей. 240 что ли. За 200 грамм. Вот это у нас Ермолинский сыр. Остаток. Он немножко с горчинкой. Этот будет так, немножко солен. А этот просто дофига вкусный сыр. Я ему, кажется, в каком-то ролике показывала. Может даже в стриме чисто упаковочку. Варвара краса. Сыр сметанковый. 110 рублей за 160 грамм. Тоже в Магните покупала. И вот, наверное, на этом все. Весь ролик деревенский. Такого съесть или выкинуть. Скажем так, специально по заявкам трудящихся. Потому что я давно что-то не откладываю коробочки. Отсъесть или выкинуть. А тут меня спрашивали. Я решила записать. Думаю, в деревне буду. Вот мне что нравится. Я запишу. Запишу. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок